Только что те, кто понимает суть войны с Московией, вспоминали пятую годовщину трагедии под Иловайском. В принципе, война есть война, и ее основной сутью является убийство людей. Но Иловайск запомнится тем, как российские военные придерживаются договоренностей, и как держат свое слово. Тогда по согласованному зеленому коридору выходили наши войска из сектора Д, где они подверглись массированному ракетно-артиллерийскому обстрелу российских войск с сопредельной территории России. В общем, тогда наши военные еще не вполне понимали, что российская армия и так называемые ополченцы, суть одно и то же, что это набор инструментов, находящийся в одних и тех же руках, а потому грош цена любым таким договоренностям с ними. Они пришли нас убивать, и неважно как, в прямом боевом столкновении или вот так вот, якобы в режиме зеленого коридора. К сожалению, 73% это успешно забыли, но 19 августа в Сирии произошел свой, мини Иловайск. Вот как описывает происшествие турецкое издание «Анадолу» со слов официальных лиц Министерства обороны Турции. В результате военных операций режима Асада в Сирии наблюдательный пункт номер 9 может быть отрезан от путей снабжения. В этой связи для обеспечения безопасности сохранения путей снабжения и предотвращения гибели мирных жителей 19 августа 2019 года в полшестого утра по местному времени по согласованию с российской стороной вооруженные силы Турции направили конвой с дополнительными силами в наблюдательный пункт номер 9. В 8 часов 55 минут утра по конвою был нанесен авиаудар, в результате погибли 3 и ранения получили 12 мирных жителей. Анкара решительно осуждает атаку режима Асада на конвой вооруженных сил Турции в зоне деэскалации, противоречащую договоренностям в духе сотрудничества с Россией. Турция ожидает от российской стороны принятия мер для предотвращения повторения подобных событий в будущем. То есть все согласовали, всех предупреждали, двигались колонны и получили авиаудар. В сообщении скромно указано, что авиация это была асадовская, но авиация понятие растяжимое, а удары наносились самолетами с российскими названиями, бомбами и ракетами с российской маркировкой. Скорее всего их наводили на цель российские же средства целеуказания, а российские радары сканировали небо на предмет турецкой авиации, которая не оказалась в составе прикрытия колонны. Кстати, не факт, что самолетами управляли сирийцы, но турецкое министерство обороны гневно осуждает асадовских летчиков. Да и сам Эрдоган тоже. Процессы в Идлибе развиваются не по сценарию, отвечающему интересам Турции. Вот так вот сказал Эрдоган. Ну что же он сделал? Поехал к Путину жаловаться на Асада, и в результате вот что получилось, процитируем. После встречи с российским коллегой Владимиром Путиным режим Асада был предупрежден. О чем предупрежден? И при чем тут вообще асад? Да, из Иловайска никто не сделал выводов. Эта история уже забыта. Но тот, кто забывает уроки истории, обязательно столкнется с тем же самым, но в куда более тяжелой ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok